Модуль «История Казахстана». Группа «Тема-19». Тема урока «Диаспора и Иридента». Цель урока – познакомить студентов с понятиями «диаспора» и «иридента» в Уралман. Основные периоды перекочёвок казахов за пределы республики. Задачи. Обучающие. Выявление причин возникновения казахских диаспоров за рубежом. Формирование представлений о прошлом и настоящем республике. Развивающие. Развитие интереса к истории страны, ознакомление студентов с основными положениями стратегического курса развития и основные достижения республики Казахстан. Воспитательное. Воспитывать коллективизм, самостоятельность, принятие решений. Умение критически оценивать работу свою и студентов. В результате обучения студенты должны знать причины возникновения казахской диаспоры и ириденты за рубежом, особенности положения казахской диаспоры в зарубежных странах. При опросе домашнего задания студенты выполняют тест по предыдущей теме. Тема «Диаспора и иридента». План урока. Понятие «Диаспора и иридента репатрианты». История исследования казахской диаспоры. История возникновения казахской диаспоры. Казахская диаспора сегодня. Диаспора в переводе с греческого означает «рассеяние», то есть это часть народа, живущая вне исторической родины. Диаспоры во многих случаях появляются в результате определенных исторических условий и событий в связи с переселением части народа на территории других государств. Иридентами называют людей, проживающих на своей исторической родине, но оказавшись в силу исторических или иных причин в составе другого государства. Например, проживающих на исконно казахских землях, но оказавшись в составе России, Китая, их называют иридентами. Если за пределами территории Казахстана проживает свыше 4 миллиона 500 тысяч казахов, то 800 тысяч из них относятся к диаспоре, а 3 миллиона 700 тысяч – к иридентам. В Узбекистане казахи в основном живут в Ташкентской, Сурдаринской, Жизакской и Бухарской областях. Куралманы или же репатрианты – это люди, возвратившиеся из-за рубежа на свою историческую родину. Теперь поговорим об истории исследования казахской диаспоры. Английский историк Готфри Линус в работе «Исход казахов» первым оповестил о трагедии казах в Синьцзяне, которые, спасаясь от гонений и террора со стороны Китая, совершили героический трагический переход через Тибет, Индию и Пакистан в Турцию. Ученые беседовали Турцию с организаторами и очевидцами этого похода – Алибеком Хакимом, Хусаином Тайджи, Карамуллой, Хамзой и Султаншарипом Тайджи. Американский ученый Милтон Кларк в научной статье «Как казахи бежали к свободе» написал о казахской диаспоре. Работая над докторской диссертацией, Кларк больше года жил среди казах, нашедших приют в Кашмире. Встречался с Султаншарипом Тайджи и Алибеком Хакимом. Использовал карты-схемы их маршрута. Ценность этой работы заключается в достоверности приведенных в ней фактов. Одним из работ исследований казахской диаспоры является труд халифы Алтая от родной земли до Анадолы, который состоит из четырех частей. Первая часть посвящена прошлому казаху. Во второй даны интересные сведения об этнографии казахов. А в третьей и четвертой рассказывается о событиях 30-40-х годов, о бегстве казахов из Сен-Дзянь в Индию, о жизни казахов в этой стране в течение 12 лет и о создании здесь ассоциации казахов, а также об истории переселения казахов в Турцию. А теперь поговорим об истории возникновения казахской диаспоры. Расселение казахов в других странах началось еще в XVII веке. Казахская диаспора появилась в период джунгарских нашествий. В 1757 году Цинская империя, стерев с лица земли джунгарское ханство, захватила верхнюю часть Ильи и Тарбагатая и северное район Семеретия, которые находились раньше под властью джунгар. В результате этих событий появилась казахская диаспора. Второй этап появления казахской диаспоры в Китае связан с демаркацией русско-китайской границы в Средней Азии. В результате переговоров между двумя великими державами по этому вопросу был подписан ряд соглашений. Решения по пограничным вопросам были приняты без участия и согласия народов, которые населяли эти территории. Китаю перешли из склонной казахской земли Алтай-Тарбагатайский регион и территория верхней части реки Ильи. По историческим источникам к концу XIX века численность казахов, оставшихся в составе иностранных государств, составила свыше 100 тысяч человек. Появившись в качестве региента Средней Азии, они превратились в диаспоры. Казахская диаспора сегодня. Согласно данным Всемирной ассоциации казахов, за пределами Казахстана в 43 странах мира проживает более 5 миллионов или 30-35% от общей численности казахов. 80% из них живут в Узбекистане, КНР и в России. В годы суверенитета в Казахстане было репатриировано 174 250 казахов из разных стран мира, в основном из Монголии, КНР, Ирана, Афганистана, Турции и других государств. Теперь закрепим изученный материал. Первое задание для работы в группах. Первая группа выполняет задание по понятию диаспора. Вторая группа выполняет задание понятия иридента, где находится казахская иридента. Третья группа выполняет задание по понятиям гуралман, репатриант. Следующее задание заполняем таблицу. Периоды, причины миграции, районы отъезда, районы устройства. Все выбор. Предлагаю поставить на значок «плюс» на линии в том месте, которая отражает ваше отношение к занятию и степень участия в нём. Например, я считаю, что занятие было интересным или же скучным. Я научился многому или малому. Я думаю, что слушал других внимательно или невнимательно. Я принимал участие в дискуссии часто, редко. Результатом своей работы на уроке я доволен, недоволен. Домашние задания. Задание первое. Постановить технологию событий, которые повлияли на создание диаспоры ириденты. Задание второе. Подготовить сообщения о казахах Турции, Иране, России, США, Китае. На выбор, используя дополнительные источники информации, интернет. Результат оформить творчески с презентацией. Посмотреть материал по ссылке, которую я вам предлагаю. Продолжение следует...